Радиозвезда Сегодня я предлагаю вам проследить историю птиц и посмотреть, как и когда впервые эти пернаты поднялись в небо. Как ни странно, сейчас ученые частенько говорят о том, что птицы – это динозавры, динозавры, дожившие до наших дней. Конечно же, сложно себе представить, что мы каждый день на ужин можем съесть какого-то динозавра или же у кого-то динозавр живёт в клетке, ну а кто-то любит динозавров сидеть и кормить на скамеечке. Но получается, судя по научным данным, что это действительно так. Как же так получилось, что огромные страшные тернозавры превратились в крошечную курицу? Давайте посмотрим, как же этот процесс происходил и когда он, собственно говоря, свершился. На самом деле, уже довольно давно учёные осознали, что птицы и присмыкающиеся – очень близкие родственники. Ну, даже если не быть великим учёным, достаточно посмотреть на куриные лапки и заметить у них на лапах замечательную роговую чешую, абсолютно такую же, как на лапах каких-нибудь ящериц. Если же приглядеться к отдельным чертам строения скелета или же посмотреть на внутреннее устройство птиц, станет очевидным, что действительно рептилии и птицы – близкие родственники, и когда-то именно от рептилий птицы и произошли. Другой разговор – от каких именно рептилий? Долгое время считалось, что это была какая-то независимая группа рептилий, которая на самом деле появилась ещё даже в триасовом периоде. Были даже там неплохие доказательства. Например, было найдено животное, которое называется протоавис. Это животное очень походило на птицу и одновременно на древнейшую рептилию, как бы очень удачно сочетало себя самые разные черты. И имело возраст на триасового периода, то есть порядка 220 миллионов лет. Кроме того, были найдены следы абсолютно птичьи, тоже триасового периода. Всё это говорило о том, что действительно птицы появились независимо от динозавров, потому что в триасовом периоде вообще сами динозавры-то только-только зарождались, и появились они от какой-то совершенно другой группы живых организмов. Но потом из протоависа мы с этим следами случились некоторые неприятности. Когда стали получше изучать протоависа и буквально разбирать его по костям, неожиданно оказалось, что кости-то у него плохо между собой стыкуются. Они как будто бы принадлежат разным животным. И чем больше и детальнее проводили всякие исследования, чем лучше присматривались к ним, чем больше анализов проводили, тем больше осознавали, что протоавис – это химера. То есть, первооткрыватель, скорее всего, сложил кости разных животных, и получилось у него вот что-то типа птицы. Непонятно, зачем это было сделано. То ли это было сделано специально для того, чтобы раздуть сенсацию, то ли это произошло случайно, потому что в одном местонахождении были найдены разные кости, их как-то совместили. Второе – менее вероятно, потому что некоторые кости похожи другого возраста. Но, как бы там ни было, сейчас протоавис наукой не признаётся. Но есть же следы совершенно птичьи. Их тоже решили изучить поближе. И оказалось, что это следы птиц. Абсолютно точно. Вот только возраст установлен был неверно. Возраст не более 200 миллионов лет, а возраст всего лишь 40 миллионов лет у этих следов. А действительно, мы знаем, что 40 миллионов лет назад уже существовали вполне себе нормальные птицы, и никто в этом никогда не сомневался. Таким образом, все доказательства древнейшего существования птиц были упразднены. Тогда стали искать птиц уже в следующем юрском периоде. Птиц возрастом где-то 160 миллионов лет. И, в принципе, искать-то их особой необходимости не было. Уже давно, начиная с XIX века, известен знаменитый археоптерикс – переходное звено, которое сочетает в себе как признаки рептилий, так и признаки птиц. Ну, действительно, археоптерикс обладает крыльями. Археоптерикс во многом похож на птицу. У археоптерикса типичные птичьи задние лапки. Но в то же время у археоптерикса все еще сохраняются когти на передних крыльях. У археоптерикса все еще есть зубы. И, конечно же, у археоптерикса очень длинный хвост, чего у птиц мы не наблюдаем. Область знаний. Без сомнения, археоптерикс – это что-то типа птицы. Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что сейчас ученые уже не считают его предком птиц. Говорят, что это такая первая попытка сделать птицу, но не очень удачная. И летал этот археоптерикс так низенько, и, в общем-то, дальнейшая эволюция его в птиц не представляется возможной, потому что уже у следующих птиц мы видим признаки совсем другие, и из археоптерикса они не выводятся. То есть, можно сказать, что это был первый эксперимент эволюции. Но даже глядя на археоптерикса, мы понимаем, что все ящерицеподобные черты сближают его среди всех рептилий именно с динозаврами. И чем больше мы приглядываемся к динозаврам, тем лучше мы осознаем, что буквально миллионы лет динозавры шли к тому, чтобы стать птицами, что их надо сближать не с ящерицами, а именно с птицами. Ну, во-первых, мы знаем, что у всех современных ящериц лапы расположены по бокам. Не зря их называют пресмыкающимися, они пресмыкаются, то есть, они как бы вот так вот кланяются, тянются к земле. Если мы посмотрим на любого динозавра, мы видим, что лапы у него расположены строго под телом, так же, как у птиц. Кроме того, если присмотреться даже вот к самим лапкам, ну, даже того же тираннозавра, мы видим, что они вполне себе имеют птичий облик. Единственное, что нет вот противопоставленного пальца, чтобы удобно цепляться за ветки, а в остальном лапа вполне себе птичья. А у некоторых динозавров даже такая единая косточка в основании лапки, цевка, уже формируется, что делает эту лапу ещё более похожей на птичьи. Мы также знаем, что птицы для того, чтобы летать, облегчили свой скелет. И у них все кости полые, и скелет очень лёгкий. Однако все последние исследования показывают, что это нововведение появилось далеко не у птиц, а именно у динозавров. Даже самые первые динозавры облегчали свой скелет. Скорее всего, именно это помогало им вырастать невероятных размеров и при этом продолжать перемещаться по земле. Полые кости, а также наличие так называемых воздушных мешков, отдельных ответвлений от лёгких, которые, ну, во-первых, делали их более лёгкими, а во-вторых, совершенствовало их дыхание. Получается, что всё это черты не исключительно птичьи, а опять же динозавровые. Дальше мы знаем, что у птиц сращиваются ключицы и образуется так называемая вилочка. И это хорошая такая опора для крыльев. Но, оказывается, вилочка появилась ещё у разных динозавров. То есть, куча самых разных птичьих черт появляется у динозавров. Но, пожалуй, что самым таким главным камнем в огород птиц стали перья. Оказывается, перья, вот такая совершенно типичная птичья черта, тоже впервые появляется именно у динозавров. Откуда мы это знаем? Элементарно. Потому что мы находили отпечатки перьев динозавров. Впервые в 1996 году был обнаружен синозавр Аптерикс в Китае. Это динозавр с типичным строением скелета динозавров, но с шикарным отпечатком перьев. И это доказало, что у некоторых динозавров были перья. После этого было найдено уже множество десятков динозавров с перьями. Было найдено множество отдельных отпечатков динозавровых перьев. И даже были найдены перья динозавров в янтаре. А не так давно был найден даже хвостик динозавра, несчастного крошки, который тоже застрял в янтаре, и хвост свой там и потерял. И этот хвост тоже был покрыт перьями. То есть сомнений в том, что у динозавров были перья, уже нет абсолютно никаких. Ну и таким образом, если мы посмотрим на пернатого такого облегченного динозавра, мы уже легко можем понять, как он мог стать птицей. Область знаний. Лекция на Радио Звезда. Ну давайте же теперь попытаемся среди самых разных динозавров найти кого-то, кто к птицам ближе всего, и попробуем проследить, собственно, эту эволюционную лесенку. Многие говорят, что тираннозавр – близкий родственник курицы. Это не совсем так. Отнюдь не самый близкий. На самом деле среди динозавров есть группа гораздо более близкая к птицам. Называется она манерапторы. Можно сказать, такие руковоры, если переводить. У них очень своеобразная передняя конечность, которая, собственно, во многом их сближает с птицами. Среди манерапторов есть куча животных, очень похожих на птиц. Например, знаменитые орнитомимиды. Собственно, орнитомимус – это обозначает подобной птице. Галимимус – значит подобной курице. Струциамимус – подобной страусу. То есть даже название этих динозавров говорит о том, что они очень похожи на птиц. Другая группа динозавров по имени авирапторы тоже очень похожа на птиц. В отличие от орнитомимов, у них были более мощные такие попугайские клювы, но в остальном у них тело было тоже вполне себе птичье. Скорее всего, у них уже были крылышки. Они также, как птицы, строили гнезда, заботились о малышах. Есть тому доказательства. Были найдены некоторые авирапторы, которые буквально сидели на гнездах и защищали своих малышей. Так что мы знаем, что у них был не только внешний вид, как у птиц, но и даже многие птичьи такие повадки тоже уже были. Есть динозавры, которые ещё ближе к птицам. Возьмём такую группу, как дромиозавры. Возможно, слово вам это не знакомо, хотя некоторых представителей дромиозавров вы знаете абсолютно точно. Вспомните, например, знаменитого велоцераптора, которого вы видели во многих фильмах, играх, встречали в книжках, ну и, конечно же, самые известные велоцерапторы в фильме «Парк юрского периода». Правда, стоит сказать, что в фильме они показаны решительно неправильно. Там они лысые, во-вторых, они там какие-то слишком большие. На самом деле мы сейчас знаем, что велоцерапторы были размером с такую крупную индюшку, и при этом были покрыты перьями абсолютно все. Вот эти вот перья и небольшой размер ещё больше их сближал с птицами. Есть группа динозавров, про которых тоже многие слышали, которые ещё ближе к птицам. Их называют троадоны. Троадоны тоже такие маленькие, тоже пернатенькие, тоже зубастенькие, тоже с загнутым когтем. В общем, чем-то на велоцераптора похоже. Но при этом у них есть некоторые птичьи черты, в том числе очень развитый мозг. Вообще считается, что троадоны – это самые умные среди динозавров. Хорошо, двигаемся дальше. Мы знаем, что птицы ассоциируются у нас с полётом. Значит, нам надо поискать каких-то динозавров, которые учатся летать. Такие тоже нам известны. Например, близкие родственники велоцерапторов по имени амбоптериксы. Эти ящеры действительно были способны летать. Хотя полетели они не совсем так, как птицы, и, по всей видимости, являются они не предками птиц, а тупиковой ветвью. Дело в том, что амбоптериксы отрастили на своих передних конечностях перепонку, подобную перепонке каких-нибудь птеродактилей. То есть, это была такая помесь летучей мыши, птеродактилей и птицы. При этом они были покрыты перьями, у них даже были красивые перья в хвосте, но летали они лишь при помощи перепонки. С точки зрения эволюции это выглядело странновато, и природа быстренько исправила эту ошибку. Эти амбоптериксы вымерли очень стремительно. Другая группа динозавров – микрорапторы – тоже научились летать, но уже при помощи перьев. Правда, в отличие от классических птиц, летали они не с помощью только передних конечностей, а с помощью всех четырёх конечностей. Не зря в Китае микрорапторов прозвали «четырёхкрылые драконы», потому что, видимо, они могли расправлять крылья и на передних, и на задних лапах. Кого же среди всех этих многочисленных ящеров стоит считать прадедушкой птицы? На самом деле, однозначно, ответ сейчас дать довольно сложно по одной простой причине. Динозавры так постепенно преобразовывались в птиц, что нам сейчас сложно поставить точку и сказать, где заканчивается последний динозавр, и начинается самая первая птица. Но, возможно, одним из самых последних динозавров можно считать анхиорниса и сапиорниса из Китая, живших где-то около 160 миллионов лет назад. И тот, и другой, в принципе, напоминали небольшую птичку. Но у анхиорниса был ещё длинный-длинный хвост и, конечно же, пасть полная зубов. Однако у анхиорниса уже была прекрасно развита грудина, такая широкая, на ней крепились мощнейшие мышцы, и анхиорнис абсолютно точно мог летать. Сапиорнис же ещё больше похож на какого-нибудь, не знаю, условного голубя. У него уже даже укоротился хвост, даже сформировался клюв. То есть прямо типичная птица. Но при этом важной черты птиц у него не было. У него была очень маленькая грудина и очень маленькие мышцы крыльев. А кроме того, перья у него были абсолютно симметричные. А мы знаем, что с точки зрения аэродинамики для полёта нужны асимметричные перья. То есть одна часть пера должна быть чуть поменьше, а вторая чуть побольше. Симметричность перьев сапиорниса говорит нам о том, что это почти что птица ещё не летала. Ну и, наконец, где-то 150 миллионов лет назад уже появляются настоящие птицы со всеми характерными признаками. Причём появляется даже сразу несколько групп птиц, и дальнейшая их эволюция немножко запутанная. Давайте теперь попытаемся представить себе, как же всё-таки взлетела самая первая птица. Есть две основные группы теорий. Одна считает, что птица поднялась с земли наверх, а другая, что она спустилась сверху вниз. Группа теорий, которая предполагает, что птица полетела с земли наверх, считает, что древние предки птиц могли как-то подпрыгивать и помогать своими крыльями, как же так, прыгать чуть дальше. Могли, например, пытаться забраться на дерево и махать своими крыльями, помогая в этом. Ну и в конце концов они махали-махали крыльями, когда бегали, и взлетели. И так и полетели. Другая группа теорий предполагает, что изначально предки птиц забирались на деревья или на скалы, оттуда прыгали и с помощью своих перьев держались в воздухе. Они парили. И затем парили куда-то вниз. В конце концов они научились не только парить, но и махать своими крыльями и полетели. Как ни странно, но сейчас большинство учёных склоняется именно к первой версии, что всё-таки птицы поднялись с земли наверх. А недавно даже это было, можно сказать, доказано экспериментальным путём. Учёные построили модель одного из спернатых динозавров, Каудиптерикса, причём построили его в прямом смысле слова, сделали робота Каудиптерикса с крылышками и отправили его бегать. И оказалось, что когда Каудиптерикс набирал определённую скорость, его крылья автоматически начинали хлопать. То есть у них не было проводочков, подключённых к крыльям, просто когда он набирал определённую скорость и ветер начинал попадать на перья, крылья начинали сами хлопать. Это показывает, что действительно даже при быстром беге крылья могли уже работать, и они могли как бы начинать взлетать. Возможно, что так потихонечку они и взлетели. Ну хорошо, полетели наши птицы, и до чего же они долетели? Долетели они до трёх групп птиц, которые появились в меловом периоде, а именно конфуциусорнисы, эненциорнисы и уже, собственно, веерохвостые птицы. Веерохвостыми называют птиц современного вида, потому что у них действительно хвост похож на веер и торчит из одной единственной точки. Конфуциусорнисы – это очень странная группа древних птиц, скорее всего, тупиковая группа птиц, с очень необычными перьями в хвосте. Такие у них были толстые, сосисочные, длинные перья. Такого у него одной птицы сейчас не наблюдается. Ну и, наконец, эненциорнисы – это птицы, очень похожие на современных всем, кроме своих крыльев. Такое чувство, что все суставы в крыльях у них вывернуты в обратную сторону, поэтому эненциорнисов ещё называют противоптицами. Честно говоря, до сих пор никакие современные исследования, никакие модели не позволяют нам понять, как эта птица летала. Мы не понимаем, как с такими суставами можно летать, но что они летали – это абсолютно точно. Скорее всего, из этих противоптиц уже на ранних этапах эволюции появились и настоящие птицы. Долгое время эненциорнисы были главными птицами, а настоящие птицы были в их тени, но в конце эпохи динозавров эненциорнисы полностью вымерли, а веерохвостые птицы распространились по миру. У настоящих веерохвостых птиц, собственно говоря, чтобы стать такими же, как современные, оставалась только одна задача – избавиться от излишка зубов. Они это сделали на протяжении 50 миллионов лет, на протяжении мелового периода. Были вначале птицы с большими зубами, потом с более мелкими, но и вот уже к концу мелового периода появилось что-то типа утки, например, вегавис, у которых уже абсолютно не было зубов. Ну и дальше, уже после вымирания динозавров, птицы очень широко распространились по всему миру, и появились самые разные группы птиц, которых мы знаем сейчас. В конце я бы хотел лишь развеять ещё один очень популярный миф. Многие предполагают, что страусы и пингвины как-то чуть поближе к динозаврам, чем все остальные птицы. Ну потому что те же страусы, они вот прям такие вот бегающие, очень похожи на динозавров, а если мы вспомним других бегающих птиц, таких как казуары, ну это вообще прям живой динозавр. Но на самом деле это не так, потому что палеонтологическая летопись нам показывает, что изначально все птицы были летающими, то есть все птицы имели какого-то общего летающего предка. И лишь потом, уже после вымирания динозавров, пошла специализация, и некоторые птицы стали переучиваться, и передние конечности превратили из крыльев в ласты, получились пингвины, другие птицы стали бегать на задних лапах, и получились всякие страусы и казуары, ну а остальные птицы так и остались в воздухе. Радио Звезда Радио Звезда